Всем большой привет! Сегодня мы приготовим мега-шоколадный крем. Он будет у нас составить из двух ярусов и... Крем? Ой, крем, торт. Он будет составить у нас из двух ярусов и украсим мы его... Это будет торт Кракелюр. Чего? Это такой эффект, как будто поверхность сверху, которую вы нанесли, чем-то, либо кремом, либо краской, как будто она потрескалась и чуть-чуть вот разошлась. Или, знаете, если вот представить фотофон или старые доски, которые покрашены, и как будто с них облупилась краска. Вот такой вот эффект мы сделаем. Это сейчас очень модно, актуально, популярно. Вот. И первое, с чего мы начнем, нам нужно подготовить крем, потому что ему нужно охладиться. Поэтому, короче, я буду использовать вот такую огромную кастрюлю, потому что, ну, в общем, мне такой удобно. Мы наливаем в кастрюльку, можете взять ковшик. Сливки 33-35%. И добавляем на сливки сахарный песок. Все, отправляем на плиточку. Нам нужно все это хорошо погреть. И пока у нас сливки бывают холодными, мы не добавляем сюда какао, иначе у нас все превратится в комочки. Сливки должны чуть-чуть подогреться. И только после этого вводим какао, и все хорошенько перемешиваем. Что вообще не читаешь? Тихо. Что тихо? Зачем мы их сообщили не читаешь? Я на встала, это не твои сообщения. У тебя вообще не кучу своего. Это все мне принадлежит. Сливки у нас уже теплые, и мы просеиваем сюда какао. Обратите внимание, какое у меня какао. Оно очень темное, качественное. Здесь нет сахара. Оно классное. И перемешиваем все, чтобы какао у нас полностью растворилось в сливках. Все, какао у меня полностью растворился в моей супер кастрюле. Мы не доводим до кипения. Гораздо раньше это происходит. Все, и сейчас что я делаю? Я накрываю кастрюлю своей крышкой и выбираю в холодильник. И пока мы будем готовить бисквит и все дела, наш крем, ой, это не крем, ну, заготовка к нашему крему полностью околодится. Все, крышка и в холодильник. Ну и приступаем к приготовлению шоколадного бисквита. Отделили желтки от белков. На белки насыпаю половину сахарного песка, остальную половину на желтки. И ставлю взбиваться белки. Белки должны намного увеличиться в размере, стать глянцевой, очень плотной пеной. И пока у нас будут взбиваться белки, параллельно с этим процессом я буду взбивать желтки. И желтки, и белки взбиты у нас. А теперь маленький фокус-фокус. Когда я делаю шоколадный корж, вот я думаю, что многие из вас тоже этот момент заметили, когда мы добавляем какао, вот муку просто перемешать силиконовой лопаткой, но когда мы вводим какао, все начинает очень сильно прилипать к стенкам сосуда, в котором мы все это замешиваем. И такое, ну капризное какао бывает очень. Значит, фокус-фокус заключается в следующем. У меня здесь в тарелочке разрыхлитель, мука и какао. Я беру часть какао и просею его на желтки. И просеиваю какао на желтки. Ну, чуть-чуть муки захватила, ну ладно. В общем, сделайте это не прям все-все какао, чтобы желтки не слишком у нас такими плотными стали, но часть какао просейте на желтки и взбейте его миксером. И увидите, что потом в итоге вам будет гораздо легче все это перемешать. Я тут всегда возю каю пальцем, потому что какао всегда большие такие комочки скукоживаются. На небольшой скорости. А на большой не получится, мне все так нормально, но с припомблитет. Вот, масса у меня уже стала гуще. Ну, зато мы себя спасаем. Облегчаем, скажем так, себе работу. Все, миксер нам больше не потребуется. Убираем его. И посмотрите, какая масса получилась. Видите, желтки не опадают. Такой у нас какой-то гуголь-муголь получается. И теперь это аккуратно нам нужно соединить с белками. Белки берем понемножку, сразу все не вбухиваем. И аккуратно перемешиваем. У меня здесь, видите, еще остались белки, но эта тара уже становится нам малой. Поэтому это перебрасываем в большее блюдо. И уже замешиваем все здесь. И теперь просеиваем оставшуюся какао и муку, которую у нас здесь есть. Опять же, все не вбухиваем, делаем по чуть-чуть. И теперь мы добавляем сюда сливочное растопленное масло. Сливочное масло не должно быть горячим, то есть вы должны его растопить заранее, либо в микроволновке, либо просто в ковшике на плите. И все хорошенько еще раз перемешиваем. И отправляем тесто в форму, в которую будем выпекать. Все, и отправляем в духовку выпекаться. Это займет примерно 30 минут на 180 градусов. Проверяем готовность деревянной палочкой. Посмотрите, какие два красавца у нас получились. Сейчас они должны полностью охладиться, остыть у нас на решетке. И после этого мы будем нарезать на коржи. КОНЕЦ КОНЕЦ Ну а сейчас мы делаем пропитку для нашего торта. Можете сделать совершенно любую пропитку, либо просто сахарный сироп, вода с сахарным песком. Но я предлагаю сделать с ноткой. И я люблю, когда шоколадный торт, у него бывает что-то такая алка-нотка какая-то. Ну, например, амаретто. Прекрасное сочетание шоколадных коржей и амаретто. Но у нас в холодильнике завалялась бутыклка Беллис, и поэтому мы сделаем на основе Беллис. Можно также, кстати, и виски добавить, и ром добавить, коньяк. В общем, что хотите. Значит, у меня здесь в ковшике сахарный песок. Я добавляю сюда воду и добавляю сюда Беллис. У-у-у! У-у-у! И наливаем сюда Беллис. Ой. Классно. Все. Сейчас увариваем. Сахарный песок должен полностью раствориться. Ну, то есть, как вода закипит, сразу он растворяется. И наш саруб готов. Все, сахар полностью у нас растворился. Аромат очень такой нежный, кофейно-кремово-былисный. Вот. И пропитка готова наша. Я достала из холодильника мою кастрюлю, где у нас были сливки вместе с какао. Какао, в общем, у нас тут. И сейчас я все это переливаю в дежу миксера. Устанавливаем дежу и начинаем взбивать в плотную массу стоячую. Все. И посмотрите, какие классные сливки у нас получились. КОНЕЦ Вот так вот я выровняла тортик. И сейчас я отправляю его в холодильник. Крем у нас должен схватиться. Да. Ну, я, как всегда, начинаю сначала делать одно. И по ходу моих движений мне приходят другие идеи. Изначально я думала, что я сделаю просто высокий квадратный торт. Но потом я подумала, а почему бы не посадить сверху второй этаж, который будет меньше диаметром и будет круглый. Это же оригинально совместить квадратную форму и круглую форму. Я это сделала в рецепте. А, и да, я его сделала просто обычный ванильный бисквитик. Он делается по той же системе. Каждый раз мы его делали. Миллион раз мы его делали. Поэтому уже, как я его делала, я вам не вставляла. Но рецепт на него обязательно напишу со всеми пропорциями, со всеми сантиметрами, диаметрами наших форм. Вот. И его тем же кремом и той же пропиткой мы покрываем. Музыка. 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 Вот и все. Круглую часть торта мы тоже выровняли. Убираем эту часть тоже в холодильник. Торт наш стоит уже в холодильнике готовый. И сейчас мы делаем шоколадный ганаш, которым будем его покрывать. Для этого я использую молочный шоколад. Можете использовать белый, можете использовать темный шоколад. А сегодня я хочу сделать с молочным. И сливки, горячие сливки, 33 или 35%. Закидываем сюда наш шоколад. Даем его побыть здесь несколько минут. Он немножко у нас расплавится. И затем мы с легкостью его перемешаем. Музыка. Все, вот такой классный ганаш у нас получился. И сейчас мы его убираем в холодильник. Он должен у нас охладиться. Вот вы смотрите, шоколад сейчас застыл. И он такой густой, как карамель. Можно, конечно, дождаться, чтобы он стал еще более густой. И такой, как крем. И размазывать его палеткой. Но также можно сейчас просто его залить. И уже непосредственно сам тортик убрать в холодильник. Или в муразилку. Так получится быстрее. Потому что тоненьким слоем он схватится быстрее. Заливаем ганаш. И размазываем по торту. И не забываем, что у нас есть еще второй уровень. И с ним поступаем точно так же. Заливаем шоколадом. И обмазываем со всех сторон. И сейчас наш торт я переношу на решетку для глазировки. Для того, чтобы весь лишний шоколад у нас стек. И затем я отправлю их в морозилку. А это для того, чтобы у нас шоколад хорошенько схватился. Мне нужно, чтобы он затвердел. Стал прям таким твердым ганашем. Иначе у нас не получится крокерюр наш сделать. А сейчас мы делаем крокерюр. Для этого нам понадобится кукурузный крахмал. Обязательно кукурузный, потому что у картофельного есть неприятный запах. И белый краситель. Нам нужно все это перемешать. И вот такая вот консистенция у нас получается. Тортик у нас охладился. Ганаш хорошо застыл. И сейчас мы устанавливаем один торт на другой. Видите, чтобы удобно это было сделать. Такой вот тортик. И самый интересный момент. Будем делать крокерюр. Come to me, my baby. Все, мы обмазали весь торт. Наш этой штуковины крокерюр, который в итоге превратится в крокерюр. Нужно, чтобы она очень сильно высохла и потрескалась. Можно это сделать с помощью... Помочь, точнее, этому процессу... Процессу, хоть сказать профессору... Помочь этому процессу с помощью фена. Но желательно делать их холодным воздухом. Иначе торт у вас снизу начнет таять. Шевелюр также дует ветром. Если, естественно, бочоночек ваш пустой и внутри ничего нет. Также отсюда выходит воздух. Поэтому я буду делать им. Или же оставьте при комнатной температуре, но если в вашем помещении сухо. И через несколько часов вы увидите вот эти вот трещинки. Итак, выбирайте любой способ и делайте. Как я уже сказала, мы делаем шевелюром. И посмотрите в итоге, как красиво у нас получилось. Вот так вот, очень нежно, очень естественный кракелер. Башенка наша. И вот такой вот красавчик у нас получился. Сейчас мы его разрежем и посмотрим, что там происходит внутри. Видите, как можно очень просто и быстро сделать эффектный такой дизайн. Кстати, сюда можно, мне кажется, еще посадить прям вот сбоку какую-то шоколадную... Какую-то, я так создала? Какую-то большую шоколадную розу. Или какую-то фигуру наверх поставить. Или табличку, или цифру, если у кого-то день рождения. Ну, в общем, мне очень нравится. Очень интересный такой кантри-стайл получился у нас. И вот так вот. Я всегда так смешно нарезаю торт. Если у меня даже тут 5 этажей будет, я, наверное, все 5 их вот так прорежу. Потому что каждый у нас бывает разный. И мне хочется в каждый этаж вам показать, что там внутри. Ну, естественно, если это просто мероприятие, и каждому раздается по кусочку, нужно сначала верхний слой нарезать, а потом нижний. Ну, чтобы не вот так вот. Не двухэтажные куски были. Вы видите, насколько это красиво. Мне не... Знаете, я такой перфекционист. И мне нравится, когда слои крема всегда бывают одинаковые. Я не люблю, когда на один корж мы там на глаз сделали меньше, на другой больше. Когда я первые мои торты делала, естественно, у меня все так было. Потом я стала ставить торты на весы и делать это по весам. Ну, а сейчас вроде бы неплохо получается и на глаз. Ну, такой маленький совет. Давайте попробуем, посмотрим, что у нас получилось. Вот, если не забыли, то коржи мы пропитывали Беллисом. Ммм, так Беллис чувствуется классно. И причем... Ну, очень нежно, естественно. Коржи очень-очень влажные, сочные. Они тают во рту. Совершенно не сухие. Это очень-очень вкусно и ароматно. И вот я, наверное, все-таки буду настаивать на то, чтобы... Настаивать и рекомендовать вам на то, чтобы вы пропитывали не просто обычным сиропом, а с Беллис, потому что он прекрасно сочетается с шоколадом. Вот такой вот классный торт у нас получился. Для тех, кто любит бисквитные торты, вуаля! Рецепты, как всегда, у нас будут в всплывающих окошках. И по ссылке в описании, и также все предметы, которыми мы пользуемся. Мы вас обнимаем и желаем вам прекрасных дней. Все, пока-пока!